Всем привет! Привет, мои подписчики! Привет, друзья! Привет, зрители! Сегодня новый такой небольшой сюжет. Мысль пришла буквально сегодня. Общались с нашей командой неравнодушных людей. Со вчерашнего дня, а сегодня у нас... Сегодня у нас с вами 11 декабря 2018 года. Республика Хакасия, город Абакан. Вчера в ВКонтакте увидел объявление о том, что сегодня у нас там будет проходить совещание Теры-Пыры-Растопыры. И неравнодушные жители, ну как неравнодушные жители, жители, которые устали, наверное, уже куда-то обращаться, жители города Черногорска. Вам большой привет! Был период, я там жил, знаю там много хороших людей. Итак, привет жителям города Черногорска. Я сам там жил несколько лет. Я знаю, что там огромная проблема во время зимнего периода. Проблема огромное с отоплением. Там в квартирах вечный дубак. Честно скажу, не совру, потому что реально там жил. Посовещавшись сегодня с очень хорошими людьми, имены называть не буду. Это наша команда. Мы решили следующее. Помочь жителям города Черногорска, районам Республики Хакасия, такую небольшую юридическую подсказку. Что же необходимо сделать, если ваши батареи чуть теплые, и на градуснике в квартире ниже 20 комфортных градусов. Итак, если у вас температура в доме ниже 18 градусов, это призыв к действию. А, как раз не к покупке обогревателя, как бегут многие и делают это неправильно. Затем вызываем сотрудников управляющей компании. Если не рабочее время, тогда мы с вами вызываем аварийную службу. Затем показываем их градусник и требуем составления акта. Если нет бланка у них, пишем от руки. Когда зафиксировано присутствие кого, точный адрес, время и даем на подпись сотрудника управляющей компании. Затем подаем жалобу. Онлайн в жилищную инспекцию, не выходя из дома, с обязательным указанием номера телефона и точным адресом. Ссылка под видео будет обязательно, куда вам писать свою жалобу. Четвертый пункт. На следующий день поступит звонок из инспекции для согласования времени визита. Конечно, инспектор предупредит управляющую компанию и с самого утра будут кочегарить так, что хоть парься. Я вас уверяю, проходил, знаю. В любом случае, копию составленного акта вместе с претензией о перерасчете платы за теплоэнергию несем в управляющую компанию. Процедуру настоятельно повторять до тех пор, пока управляющая компания не начнет работать. Как положено, либо пока у них не отзовут лицензию. И самое главное, риторический вопрос для всех граждан. Почему губернатор должен искать средства для коммерческих управляющих компаний, если им за это уже заплатили вы, то есть мы? Задайте себе этот вопрос, задайте это управляющей компанией и не задавайте этот вопрос губернатору. Все, всем удачи. Не нужно покупать обогреватели, нужно бороться за свои права. Чтобы знать свои права, заходите хотя бы иногда в интернет, общайтесь друг с другом. У вас есть на площадке и в доме соседи. Люди, вспоминайте, как мы раньше общались. Мы все друг друга знали. Вперед, бороться за тепло. Пока. Не забываем, подписываемся, ставим палец вверх, приглашаем друзей, показываем всем, распространяем это видео, чтобы все знали, как нам нужно бороться с управляющей компанией. Всем удачи, с наступающим. Субтитры сделал DimaTorzok